Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я хочу рассказать вам про систему Грейбол, с которой запартнерился Тинькофф. Это система проходок в бизнес-залы, в аэропортах, в залах РЖД и так далее. Но перед началом ролика я хочу вам напомнить про свой телеграм-канал и чатик, где мы много общаемся про финансы, Тинькофф, переезды, путешествия, технику, всё что угодно. Кока-кола почему-то? Ну да ладно, это отдельная тема, заходите обязательно, подписывайтесь. Если что, я всех одобряю лично, потому что много ботов, так что время входа в чатик чутка увеличилось. Но я стараюсь проверять каждый день по несколько раз. Если вы были давно подписаны на мой телеграм-канал, то могли бы уже знать, что я на Грейбол достаточно много гнал, и они мне не нравились. По многим причинам. Но недавно я сходил к ним всё-таки. И моё мнение изменилось. Уже пару лет я вынашивал идею снять ролик про то, что лаунжки и привертипасс испортили бизнес-залы. Но так и не снял. Если вкратце, то я собирался в этом ролике бухтеть, что с каждым разом, с каждым посещением бизнес-залы становились всё хуже и хуже. Да, проходки бесплатные, но их выдавали в каждом банке. А сами бизнес-залы давали всё меньше и меньше прикольных штук. Алкоголь стал весь платным в Москве, даже пиво, напитки только на разлив, причём очень сильно размешанные всякие а-ля Пепси, не знаю, что сейчас там. Даже бутылочку воды с собой не забрать. В последнее время я уже начал ожидать, что даже воду налить в свою бутылку будет нельзя, и на меня будет гнать местный вахтёр. Типа, развелось у вас херовых премиум клиентов, воды себе купить не могут. Примерно с этим же настроем я воспринял новость, и то, что Тинькофф запартнёрился с непонятным партнёром Грейвволл, про который никто никогда раньше не слышал. И мне кажется, они появились только в этом году. Честно сказать, не проверял, но всё же. У этого партнёра вдобавок не бизнес-залы, а залы повышенной комфортности, что бы это ни значило. Честно сказать, когда я собирался снимать этот ролик изначально, до посещения Грейвволла, я собирался их очень сильно загнобить. По одной простой причине. А когда я смотрел список бизнес-залов, залов повышенной комфортности, например, в Сочи есть очень странный бизнес-зал. Пицца-бизнес-зал, так сказать. Это просто кафеха, у которой, видимо, огорожены какие-то столы для премиум клиентов. И это выглядит очень странно и стрёмно. Вроде в чатике мне написали, что как выглядит, так и есть, но я, честно сказать, уже не помню, давно дело было. Если посещали этот пицца-бизнес-зал в Сочи, пожалуйста, расскажите в комментариях или в чатике в ТГ, поделитесь своими впечатлениями. Может, я всё-таки не прав, и это крутая идея, когда часть кафехи отделяется для премиум клиентов. Но, как я уже сказал, я всё-таки посетил Грейвволл в Домодедово. Кстати, если вы хотите поддержать мой канал, то открыть сбор средств на обновление аппаратуры и всякое такое. Вот ссылочка. В Домодедово, скажу сразу, это не бизнес-зал, а зал повышенной комфортности. Причём залом это, ну, чуть-чуть с трудом можно назвать, потому что, по сути, это такое огороженное заборчиком пространства в коридоре, которым поставили стулья, барчик и так далее. Причём эта зона находится в зоне внутренних вылетов, то есть из него, конечно же, можно перейти спокойно в зону международных вылетов, если вам это надо, но при этом, согласитесь, не очень удобно проходить паспортный контроль, когда вы уже выпили пивка. Например. Или что там ещё было, я не помню уже. Всё-таки после бизнес-зала, когда ты спокойно посидел, хочется сразу, спокойно, за несколько минут до окончания посадки, выйти к гейту и спокойно сесть на самолёт. В этом же случае, по крайней мере, в Домодедово это не так. Я добрался, наконец, до Грейвола, достаточно нормально, кстати, оказывается, в том плане, что просто сходишь пиар-код, типа, СБП делаешь перевод 2200, надеюсь, не компенсирует, поэтому я на всякий случай сделаю с кредитки. Написано, что с любой картой можно, вот заодно и проверим. Странно, что цена сама не вставляется в автомат, но, возможно, это ограничение самой системы СБП или как-то проводится. Есть кола в бутылках, фанта-спрайт, пиво, трёхлипок, алкогольное, чёрное, тёмное и светлое, что ещё есть, какие-то компоты. Но вы уже поняли, в РФ, наконец-то, опять стали появляться нормальные, комфортные достаточно залы повышенной комфортности, где спокойно можно взять разные напитки в бутылках и даже пиво, удивительно. Я помню, во Внуково в бизнес-зале сотрудники немножко так косились, всё-таки когда-то, например, воду с собой наливал или даже гнобили, если не ошибаюсь, но я не помню, честно сказать. Помню, что было неприятно и, ну, дерьмово, честно скажу. Так что, Грейволл, молодцы. Надеюсь, что вы дальше будете улучшаться, расширяться, поставите закуток в зоне международных вылетов Домодедова, потому что всё-таки проходить паспорт-контроль после бизнес-зала не очень удобно, но всё же молодцы, спасибо. А вы уже были в Грейволл? Расскажите ваше впечатление, пожалуйста, мне очень интересно узнать. Ну и про ТГшку не забывайте, пожалуйста. Матане! Субтитры сделал DimaTorzok